Русские сказки Тор и Локи Скандинавская мифология начинается с зарождения космоса. До этого не было ничего, ни земли, ни звезд, ни небес, только туман и огонь. А между ними огромные ледники. И когда ледники достигли землеогря, она начала таять. И в талой воде появилась жизнь, миры и сказки. Сказки о богах, богинях и мире Асгарда, где жили боги, называемые Азирами. И хотя в скандинавской мифологии много богов и богинь, нет никого подобного Одину, самому высокому и древнему из всех богов. Его сын Тор был богом грома. Огромный и хорошо сложенный, он был самым сильным из всех богов. Он также был очень доброжелательным и мягким, в отличие от многих других. Он был совершенно определенно не похож на Локи, бога зла, отца монстров, причин бед и создателя неприятностей. А-а-а, прекрасная Сиф. Тору нравятся твои волосы, не... Так ли? Интересно, что будет, когда он узнает? Ха-ха-ха-ха-ха. Нет. Женушка, что такое? А-а-а, нет. Я... Я проснулась и... Я не знаю, как. Он заплатит за это. Кто? Но Тор был уже в пути. Локи! Что? Почему ты это сделал? А-а-а, о чем ты говоришь? Волосы моей жены. Ее прекрасные золотистые волосы. Хм, я этого не делал. Хватит! А-а-а-а-а. Верни ее волосы. А-а-а-а. А-а-а-а. Это невозможно. Но она может носить шляпу. Она не будет этого делать. Слушай меня внимательно, сын Лауфея. Если Сиев не вернет свои волосы к завтрашнему закату, то даю тебе слово. Я переломаю все кости в твоем теле. И с этим мультиматумом Тор вылетел, оставив Локи в ужасе. А-а-а. Думаю, на этот раз я зашел слишком далеко. Мне пришел конец, потому что никто не может... Подожди. Я понял. В вечно озорной ум Локи пришла идея. Карлики! Да, только они могут мне сейчас помочь. И хулиган отправился в страну гномов, которые были лучшими мастерами на всем белом свете. Сначала он отправился в подземную кузницу трех гномов, известных как сыновья Ивальди. Здравствуйте, сыновья Ивальди. Я слышал, что вы отличные мастера. Но в последнее время ходят слухи, что Брок и Эйтри – величайшие мастера в мире гномов на сегодняшний день. Это ложь. Что бы они ни делали, мы можем сделать лучше. Ммм, неужели? Что ж, я думаю, пришло время это доказать. Три сокровища. Сделайте три ошеломляющих сокровища. Боги озеров будут судить, какое из них лучшее. Кстати, одним из них должны быть волосы. Постоянно растущие идеальные золотистые волосы. О, тенэсоб. Извините. Проще пареная репа. Ммм. Они имеют в виду, что это легко. Мы можем это сделать. А, ну, хорошо. Удачи. Но если вы думаете, что Локи закончил, то вам еще предстоит узнать больше о Проказнике, потому что он не вернулся в Асгард, а отправился через гору, чтобы увидеть гнома по имени Брок, который работал со своим братом Эйтри в мастерской. Локи, что ты здесь делаешь? Сыновья Ивальди делают три сокровища для богов Асгарда. И они бросают вызов тебе и твоему брату Эйтри. Но Брок и Эйтри не были дураками. Они чувствовали, что Локи что-то задумал. Локи, ваша репутация опережает тебя. Я уверен, что это твоих рук дело. И здесь на карту поставлено что-то личное. Обвинение? Обвинение? Я принес тебе новости, а ты обвиняешь меня? Отлично, я ухожу. Подожди. Хорошо, мы беремся за дело. Но давай сделаем это личным делом, да, Локи? И поэтому Брок предложил, чтобы в случае победы в конкурсе у них была голова Локи. Его мыслящая машина, с помощью которой они построят замечательное устройство. Локи улыбнулся, но внутри ему совсем не было до смеха. Договорились. Увидимся завтра в Асгарде. Локи ушел, но не совсем, потому что сейчас он был встревожен. И почему бы нет, его голова внезапно оказалась на кону. Он вернулся в виде мухи, когда Брок и Эйтри принялись за работу. Работай кузнечными мехами, Брок. Мне нужно, чтобы было горячо. Очень, очень горячо. Не останавливайся, несмотря ни на что, а то сокровища будут уничтожены. Понятно. Эйтри начал обрабатывать кусок золота, и Брок качал. Тем временем Локи, будучи мухой, ужалил Брока в руку, но тот даже не вздрогнул. Он делал это снова и снова, но Брок продолжал работать мехами. Обнаружив, что его терпение на пределе, Локи ужалил его в шею. Его рука отпустила мехи. Нет! Хе-хе-хе. В конце концов, моя голова в безопасности. Довольный, Локи вернулся в Асгард. Теперь все, что ему нужно было сделать, это дождаться следующего дня. На следующий день три бога, Один, Тор и бог летнего урожая Фрей, воссели на своих тронах. Они должны были отсудить сокровища. Локи посмотрел на Брока, который стоял низко, опустив голову, и улыбнулся. Сыновья Эвальди предстали перед ними первыми. Во-первых, они подарили Одину копье под названием Гунгнир, который может пронзить все и никогда не промахнется. Один был в восторге, потому что у него в конце концов был только один глаз. Его цель не всегда была идеальной. Затем они подарили Тору струящиеся золотые волосы, сделанные из настоящего золота. И Сиев была более чем в восторге от того, что получила их. Ниспадающие каскадом локоны так идеально сидели на ней, что она выглядела лучше, чем раньше. Тор был доволен. Локи был в восторге. И, наконец, это для тебя. Фрей без удивления посмотрел на маленькую сложную салфетку. Шелковый шарфик. Да, но когда ты развернешь его, ты обнаружишь, что это корабль под названием Скитбладнир. Куда бы он ни направлялся, у него всегда будет попутный ветер. И хотя это самый большой корабль во всем мире, ты всегда сможешь сложить его, как тряпочку, и положить в карман. Фрей был впечатлен. Ух ты! Потрясающе! Локи почувствовал облегчение. Он знал, что Брок не мог превзойти подарки сыновей Ивальде. Затем настала очередь Брока. Он подарил Одину золотой браслет, который каждую девятую ночь производил восемь одинаково красивых золотых браслетов. Затем он посмотрел в сторону Фрея и показал огромного кабана с золотой щетиной. Это кабан, которого мой брат сделал для тебя, чтобы он тянул твою колесницу. Он будет мчаться по небу быстрее самой быстрой лошади. И его золотистая щетина осветит твой путь даже в самую темную ночь. Фрей выглядел впечатленным, но Локи знал, что свернутый корабль явно был победителем. Пока... Пока Брок не достал молот из-под ткани и не подал его Тору. Ручка довольно короткая. Да, это моя вина. Я работал с мехами и отвлекся на муху. Но прежде чем ты откажешься от него, позволь мне рассказать тебе, что делает молот уникальным. Я слушаю. Он называется Мельнир, создатель молний. Он не ломается. Неважно, как сильно ты им почему-то ударишь. Он всегда останется неповрежденным. Это заинтересовало Тора. За эти годы он сломал очень много оружия, нанося ему удары по предметам. Молот никогда не промахнется мимо того, во что ты его бросишь. И в этом его уникальность. Как бы сильно или как бы далеко ты его не выбросил, он всегда вернется к тебе в руку. Могучий Тор был сильно впечатлен. Настолько, что встал и захлопал в ладоши. Гром эхом прокатился по Асгарду. Локи проглотил комок в горле. Для меня это самый лучший подарок из всех. Это защитит Асгард от ледяных великанов. Действительно, отец. И не только ледяных великанов, но даже наших злейших врагов. Я согласен. Это самый лучший подарок из всех. Но... но... Ладно, Локи, а сейчас, согласно твоему обещанию, я получаю твою голову. Эйтри будет так рад. Локи на мгновение задумался, а затем сказал. Ты можешь получить ее, только если поймаешь меня первым. Вернись, мошенник! Что происходит? Брок рассказал все Одину, а затем повернулся к Тору. О, бог грома! Неужели ты не можешь поймать его? Мне не следует. Он мне как семья, ты же знаешь. Ну, а потом, я действительно хочу использовать этот молот. Тору не потребовалось много времени, чтобы вернуть Локи, который пылал яростью. Вы заключили сделку. Ты должен уважать ее. Да, верно. Я прошу прощения. Извинения приняты. Брок, ты можешь... Но... Что? Согласно сделке, Брок может взять мою голову, но он не может коснуться моей шеи, потому что соглашение обещало мою голову и только голову. Хм... Он прав. Ты не имеешь права прикасаться к его шее. Но это невозможно. Локи выглядел довольным, а Брок был раздражен. Ну, в таком случае я предлагаю... Брок с шепотом предложил что-то Одину. Ха-ха-ха. Мне это нравится. Это тоже справедливо. Сделай так. Сделать? Сделать что? Я запечатал твои губы. Теперь твоя голова может продолжать думать все, что угодно, но ты не сможешь говорить. Хотя бы в течение нескольких дней. И вот как я завладел твоей головой. Сказав это, Брок счастливо ушел. А Локи беспомощно захныкал. Потому что для Локи боль от невозможности говорить была больше, чем любая другая боль в мире. Локи, я хотел только вернуть волосы Сиф. Но ты... Ты помог мне заполучить это прекрасное оружие. Спасибо. Итак, вы видите, что все боги получили свои величайшие сокровища по вине Локи. Даже молот Тора был его виной. Можете в это поверить? Ну, ничего не поделаешь. И вот каким был Локи. Озорным и хитрым. Но немного слишком самоуверенным. А излишняя самоуверенность всегда резко возвращает нас к реальности.